привет друзья а вот очередной уже сорок третий выпуск про карты карты познавательные интересные смешные да и просто прикольный выпуск про карты который присылайте мне вы да вы и мои дорогие подписчики спасибо всем кто присылает карты наберитесь терпения я постараюсь на этой неделе побольше разобрать карты ответить как можно большему количеству людей которые прислали карты так что вот такие дела но что давайте уже начинать выпуске посмотрим на эти карты какие карты собственно сегодня прислали нам подписчики что нового что интересного давайте смотреть итак первую карту нам прислал Денис это карта пивных предпочтений со всего мира ну то есть самые популярные марки пиво сразу скажу конечно что если вам не исполнилось 18 лет то пиво пить нельзя потому что вы будете гробить свой организм но кому уже позволяет возможность пить пиво будет думаю любопытно посмотреть на эту карту что мы можем увидеть европейской части мира на украине собственно популярна оболонь беларусь крыльница в россии собственно азербайджане балтика в литве всю турус аватый алдавис казахстане карагандинская давайте глянем в азии в индии кинг фишер какое-то пиво странное в китае сну я даже такое название не слышал ни разу шиланги на бальдивах прикольное леон в австралии виктория биттер а новой зеландии леон ред в африке тоже прикольные разные такие пивасики мне понравилось в кении кения браус вир лагер со слоном смотрите-ка так аутентичное такое в южной америке смотрите что пьют бразилии скол парагвай брахма в уругвай пилзы соединенных же штатах пьют бат а в канаде будвайзер мексики пьют корона вот такое пьют в исландии прикольно викинг настоящие суровые скандинавы пьют викинг пиво следующую карту нам прислал никита эта карта сейчас расскажу что означает в общем здесь и города на месте столицы европейских стран расположены на той же широте вместо лондона смотрите британии астана но теперь уже не астана нур султан неплохо так все поселились волгоград у нас париже нью-йорк вместо мадрида лас-вегас на широте алжира а токио тунис на широте рима у нас чикаго хабаровск у нас вена австрия иркутск вообще у нас в польшу залез варшаву а вместо берлина петропавловск камчатский но я имею ввиду на этой широте скандинавских странах на широте копенхагена новосибирск швеции у нас магадан оказался санкт-петербург на широте осло норвежского белоруссии у нас минск пунта аренас какой-то латиноамериканский город похоже екатеринбург латвии в киеве вини пек я даже не знаю что это за город вот такая вот необычная немного но познавательно интересная карта следующую карту написал антон эта карта мира 1779 года в стиле кантрибокс как мы видим эти колобки которые представляют страны мира российский такой самый такой довольный самый большой датский кстати тоже достаточно большое северной америке мы видим британские и испанские колонии до завоевания тоже такие борются они тут видимо с индейскими такими колобками видите они в перьях все вот такая вот прикольная карта кантриболс как всегда привет маппера всем но мы давайте переходим к следующей карте следующую карту прислал егор это такая удивительная и завораживающая карта планеты земли ночью когда темно собственно мы что делаем включаем свет электричество вот так вот освещается территории нашей большой планеты в соединенных штатах очень большая освещенность как мы видим европа собственно центральная россия до япония очень сильно до светится прям и южная корея северной кореи темно ким ким уж так сказать экономит электричество ну и южной америки мы тоже видим в основном юго-восточной части освещения пляжи и так далее видимо подсвечиваются но африка у нас так сказать и восточная часть россии самые не освещенные территории планеты еще сюда можно добавить джунгли южной америки и холодные территории канады следующую карту прислал антон эта карта как выглядела югославия собственно бывшая югославия во времена войны здесь по цветам мы можем увидеть словения любляна желтая до 91 года была в составе до македония до 91 также центральная сербия сербия воеводина косово черногория хорватия сербская крайна республика босния герцеговина западная босния хорватская республика и республика сербская собственно последние четыре стали босния герцеговиной вот так вот выглядела югославия во времена войны просуществовала она с 1918 по 2003 года занимала более 250 тысяч квадратных километров в этой большой стране проживало больше двадцати трех миллионов человек вот такая большая югославия была следующую такую забавную карту нам прислал артур эта карта россии так сказать мультяшная карта мы можем видеть собственно все достопримечательности особенности регионов страны и так далее например урал мы видим да здесь табличка европа с одной стороны из другой азии так сказать урал разделяет россию на две части за уралом мы видим тут добыча природного газа комары да много комаров сибирь сибирская лиственница здесь и алмазы добывают да также мы видим здесь останки мамонтов то есть были найдены в этих местах мамонты сильнейшие морозы как мы видим рядом с магаданом до минус 70 градусов а сверху у нас уже чукчи проживает южнее транссибирская магистраль европейской же части собственно храм василия блаженного одна из знаменитостей да и эрмитаж зимном дворце в санкт-петербурге нижнем новгороде нижегородский кремль в казани казанская мечеть кул шариф а также казанский кремль южнее ближе к кавказа у нас эльбрус в общем много-много всяких достопримечательностей которые вы можете увидеть на этой карте но мы не будем слишком задерживаться переходим к следующей следующую карту прислал ярослав эта карта сколько раз менялся флаг с момента основания государства лидеры здесь соединенные штаты америки здесь флаг менялся с основания государства 26 раз на втором месте у нас афганистан 18 раз здесь менялся флаг по 8 раз менялся он в испании в венесуэле 7 раз бразилии у монголии даже 6 раз меняли флаг что их не устраивало непонятно здесь в углу вы видите в левом шкалу она показывает где больше где меньше раз менялся флаг следующую карту прислал ваня эта карта собственно показывает температуру зимой многоквартирных домах в разных странах мира наиболее теплые считается от 20 до 24 градусов и выделено на этой карте красным цветом средняя температура от 15 до 19 оранжевая и собственно такой голубоватый цвет это уже считается холодной температуры самая большая температура в россии плюс 24 градуса центральное отопление румынии тоже центральное отопление до плюс 20 градусов соединенных штатах другой тип отопления общедомовое отопление если сказать кратко то общедомовое отопление это в общем-то автономное отопление каждый дом отапливается по отдельности в европе же мы видим дании плюс 18 там центральное отопление нидерландах плюс 16 там уже домовое великобритании 15 франции 16 и 8 германии 17 в италии тоже 17 но в италии не особо то и холодно холоднее всего в японии там всего поддерживают порядка 10 градусов с помощью кондиционеров и обогревателей бедные японцы замерзают бедолаги следующую карту нам прислал нурзат это карта активности игроков дота 2 да да я думаю не стоит объяснять что это за игра но если вдруг мало ли кто-то не знает собственно дота 2 стратегия продолжение дота к игре warcraft 3 там игроки бьются друг с другом командах по пять человек стараясь уничтожить главное здание на базе противника одна команда играет за светлую сторону другая за темную вот так вот вкратце что же это за игра такая так вот мы на карте мира видим что на данный момент там играет сто двадцать пять тысяч человек это не то что все люди играют это именно люди которые играют онлайн в данный момент в сражениях восемьдесят одна тысяча и около пяти тысяч людей доблюдают за процессом самая большая активность это собственно европа и западная россия также в азиатских странах тоже много играют доту в америке и соединенных штатах и в южной америке есть места где много игроков следующую карту прислал сергей это так сказать альтернативная карта если бы центральные державы выиграли вторую мировую собственно розовым отмечен третий рейх он бы захватил как мы видим очень много территорий испания по сути захватила бы всю северную америку японская империя собственно монголию китае почти все азиатские страны турки тоже неплохо бы поживились как и итальянцы итальянцы очень много территории африки бы себе отжали но эта карта альтернативная в реальности все по-другому произошло но тем не менее интересно правда следующую карту прислал женя это название улиц популярные в европе в россии центральная улица молодежная и школьная германии хаупштрассе дорпштрассе и шульстрассе в англии хай-стрит стейшн роут и мэйн-стрит в италии виа рома виа гарберальди и виа марконе париже и руи дель и грелли плесдель или короче я запутался все ребят не буду я уже тем более читать вам скандинавские названия хотя давайте попробуем финские ра-ра-ра-та-ти-ка-та-ту-ри-ки-ки-ру все короче давайте следующую карту ну и следующая карта собственно у нас карта загадка попробуйте определить почему эти территории до выделены оранжевым цветом добавлю что эти страны выделены оранжевым цветом чем-то владеют чем-то таким интересным так что давайте думайте ваши варианты ответа да собственно вот такая вот карта загадка видите что это за оранжевые такие территории на карте мира вот эти вот все оранжевые такие вот штукенции напишите комментариях как обычно самый залайканный правильный ответ я закреплю под этим видео через несколько дней ну и конечно же да прикольная карта особенно знаете сегодня мне понравилось выпуске карта про как-то менялись флаги мира до соединенных штатах 26 раз менялся флаг действительно какие-то они непостоянные что ли ставьте лайкосик если вам понравился выпуск подписывайтесь на канал bizarre world и увидимся в следующем выпуске про карты да а у меня на сегодня все спасибо всем то прислали эти замечательные такие карты прикольные с вами был макс увидимся в следующем видео пока пока друзья пока пока